Это Айгуль и ее сын Адыл. Адыл растет очень хорошо, потому что Айгуль кормила его исключительно грудью с самого рождения. Она не давала ничего другого для питья или кормления, кроме грудного молока. Грудное молоко содержит все элементы, необходимые для здоровья ребенка, в особенности для укрепления иммунитета от болезней. Адыл и все дети с рождения до 6 месяцев не нуждаются в воде, при корме и смесях. Это муж Айгуль – Кайрат. Кайрат поддерживала Айгуль в кормлении сына исключительно грудью. Таким отцом можно гордиться. Теперь Адылу уже 6 месяцев. Айгуль продолжает кормить его грудью и начинает давать ему прикорм. Очень важно для здоровья и умственного развития ребенка научить его начать есть новую еду с 6 месяцев. Начинайте с мягкой размельченной еды и избегайте продукты, содержащие сахар. Для прикорма используйте густую рисовую, гречневую и овсяную кашу, лапшу или картофельное пюре, измельченное нежирное мясо, печень, рыбу, вареные яйца и бобовое. Айгуль и Кайрат знают, что скоро Адыл захочет есть такую же еду, что едят они. Перед тем, как давать ему еду, они проследят, чтобы еда была мягкой и измельченной. Густота еды должна быть такой, чтобы содержимое не вываливалось из ложки. Это даст Адылу необходимую ему энергию и питательные вещества. Желудок Адела еще мал, поэтому Айгуль дает ему прикорм 3 раза в день и перекус. Например, измельченный фрукт или овощ раз в день. Кайрат любит помогать Аделу есть. Когда Аделу будет 9 месяцев, Айгуль и Кайрат будут продолжать давать прикорм 3 раза, увеличив частоту перекуса до 2 раз в день. Это нужно, чтобы у растущего Адела была энергия для занятия любимыми делами. А Адел скоро будет распознавать вкус новой для него еды и узнавать много нового об окружающем мире. Айгуль и Кайрат знают, что кормление требует терпения и нежности. Они оба любят проводить время с Аделом и стараются сделать так, чтобы совместные занятия были для Адела приятными и радостными. Кайрат и Айгуль узнали у врача, что необходимо давать ребенку разнообразную еду. Измельченное мясо, яйца, рыбу, фрукты, зелень и овощи. Это обеспечит наличие в рационе всех необходимых питательных веществ и витаминов, таких витаминов как А и С, железо и цинк. Они знают, правильное питание для Адела будет их подарком на всю его жизнь. Правильное питание очень важно для роста детей, физического и умственного развития, быстрой обучаемости, активности и защиты от болезней. Разве Адел не самый счастливый, потому что мама и папа так хорошо заботятся о нем? Вы тоже можете сделать своему ребенку самый лучший подарок, а именно сделать его питание правильным. Проконсультируйтесь с медицинским работником о правильном питании для вашего ребенка. Здоровое поколение – наша общая задача.